Установление группы инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности и разработка индивидуальной программы реабилитации. Эти и другие задачи решает Бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Освидетельствование можно пройти очно, а также можно это сделать в заочной форме, направив в учреждение документы. Решение выносится комиссионно-экспертной группой в день обращения. В случае необходимости назначается дополнительное обследование. На сегодняшний момент процедура освидетельствования выбирается самими гражданами, либо их представителями. То есть они могут выбрать либо им освидетельствование точно, либо заочно. Поэтому вот здесь как бы в соответствии с электронной очередью приходящие очно люди проходят осмотр, изучение документов, выносятся экспертные решения. Члены общественной палаты на выездном заседании комиссии по общественному контролю и общественной экспертизе ознакомились с деятельностью учреждения. Прошли по отделения, пообщались с экспертами и получили от них обратную связь. К нам вот какие-нибудь вопросы есть, пожелания? В чем, вы считаете, должна быть улучшена вот такая интересная, нужная для людей работа, как экспертиза? Проблемы, конечно, есть в нормативно-правовых актах есть. Мы считаем, что если гражданин освидетельствовался в бюро заочно, то и в экспертном составе он должен заочно освидетельствоваться, чтобы в равных условиях быть. Хотелось бы вот здесь, чтобы какие-то коррективы были. По словам председателя комиссии по общественному контролю и общественной экспертизе общественной палаты Галины Гусаровой, работа бюро организована на должном уровне. Граждане имеют возможность быстро без очередей пройти освидетельствование. Сведения о присвоении группы инвалидности вносятся в единую электронную базу учреждений, которые взаимодействуют с этой категорией граждан. «Эта структура, она, знаете, как бы взаимодействует и со здравоохранением, и социальной защитой, и с трудом, и посмотреть, как на сегодняшний день поставлены эти вопросы. А потом к нам же ведь тоже обращаются больные. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Поэтому нам нужно было посмотреть, как здесь поставлено дело. Поставлено дело – хорошо». Сегодня в регионе стоят на учете 211 тысяч людей с инвалидностью. Среди взрослого населения на первом месте – онкологические и сердечно-сосудистые заболевания. У детей до 18 лет на первых строчках – психические расстройства и врожденные пороки развития.